МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Сергей Бойко. Рад приветствовать всех тех, кто собрался за часу экранов телевизоров. И сегодня в выпуске. Прокуратура Витебской области направила два уголовных дела в суд, оба связаны с наездом водителей на пешеходов. С начала года произошло два пожара с гибелью людей. В спорткомплексе Олимпии состоялось торжественное закрытие спартакиады среди учреждений общего среднего образования. В Витебском художественном музее прошла выставка, посвященная 80-летию образования региона. Прокуратура Витебской области направила два уголовных дела в суд, оба связаны с наездом водителей на пешеходов. В результате первого происшествия пострадавшему нанесли небольшие телесные повреждения, во втором же случае женщина-пешеход скончалась. Подробности дела у Инны Ширкевич. Одно из ДТП произошло в Витебске 12 августа прошлого года. Почти в полвторого ночи 54-летний мужчина ехал по проспекту Фрунзу на своей машине Volkswagen Passat. Здесь же недалеко от дома номер 78А и пострадал пеший участник дорожного движения. Именно на этом месте в районе детского сада номер 41 водитель совершил наезд на пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель не остался на месте аварии. Он просто скрылся с места происшествия, даже не оказав необходимую помощь пострадавшему. Как оказалось, пешеход получил менее тяжкие телесные повреждения, то есть не опасные для жизни, но требующие длительного больничного. Действия данного лица органами предварительного следствия были квалифицированы по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь. То есть оставление в опасности лица, которое находилось в опасном для здоровья и жизни состоянии. По той же причине пострадал пешеход и в Шаумилинском районе Витебской области. Случай произошел еще в октябре 2017 года. Около 9 вечера мужчина двигался на авто по 54-му километру дороги Витебск-Полоц к границе Латвийской республики и наехал на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда человек получил тяжкие телесные повреждения, от которых умер в больнице. Действия данного лица были квалифицированы по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса нарушения правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека. Водителю грузят исправительные работы на срок до двух лет. Также возможно ограничение свободы до пяти лет. Крайнее наказание – лишение свободы на этот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. В целом, за последнее время по области подобные случаи увеличились. За истекший период 2018 года в городе Витебске произошло 5 учетно-дорожно-транспортных происшествий, в которых трое граждан получили ранения различной степени тяжести, и двое граждан пострадали именно погибли на дорогах города Витебска. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий в городе Витебске явились наезд на пешеходов, которые передвигались вне пешеходного перехода – это три дорожно-транспортных происшествия, и два ДТП – водители транспортных средств не пропустили пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Большая часть ДТП приходится на темное время суток. Горожане ссылаются на недостаточную освещенность некоторых улиц. Особенно небезопасным периодом считается время с 17.00 до 21.00. Как показывают результаты последних 15 дней, за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности уже привлечено порядка тысячи пешеходов и около 150 водителей. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». За текущий период 2018 года на территории Аршанского района произошли два аналогичных учетных дорожно-транспортных происшествия. В первом случае пешеход получил телесные повреждения, второе ДТП закончилось для пешего участника дорожного движения гибелью. Как спасти свои жизни и уберечь от тюрьмы других, расскажет начальник отдела ГАИ Аршанского РОВД Андрей Клеменков. Хотелось бы попросить участников дорожного движения об элементарных правилах безопасности в части применения светоотражающих элементов. Все-таки темное время суток – это фактор, который влияет на дорожно-транспортную обстановку, поэтому, уважаемые пешеходы, обязательно при движении в темное время суток по краю проезжей части используйте светоотражающие элементы. При переходе по пешеходным переходам также будьте внимательны, убедитесь, что ваши действия понятны для водителя, после этого начинайте переходить проезжую часть. Водителям при проезде нерегулируемых пешеходных переходов также будьте внимательны, чтобы вы всегда могли остановиться, а также в зимних условиях выбирайте безопасную скорость, безопасную дистанцию до движущего впереди транспортного средства. 4 января 2018 года в 10.13 Центр оперативного управления Аршанского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Шатравина по улице Центральный, дом 9, Крапивецко-сельского совета Аршанского района. По прибытии к месту вызова в 10.25 наблюдалось сильное задымление из-под кровли и горения внутри дома. В 10.44 в комнате на полу был обнаружен труп Хоменковой Светланы Николаевны. В результате пожара в доме уничтожено имущество, повреждены потолочные перекрытия, стены. Материальный ущерб устанавливается. 8 января этого года в 22.24 поступило сообщение о пожаре дома, расположенного по адресу город Орша, февральский тупик 3А. По прибытии к месту вызова подразделения Аршанского ГРОЧС 22.38 наблюдалось открытое горение кровли и мансардного этажа дома. Хозяин Тельмаков Геннадий Евгеньевич, 71 года рождения, проживал один, официально нетрудоустроен, со слов работает в Российской Федерации. В 23.28 в жилой комнате на массардном этаже под слоем обрушившихся конструкций на полу обнаружен труп гражданина Микулича Анатолия Анатольевича, 83 года рождения, официально трудоустроен, не был, работал в Российской Федерации. В результате пожара в доме уничтожено имущество, повреждены потолочные перекрытия, кровля, стены. Материальный ущерб устанавливается. Вот обстоятельства пожара, в общем-то, к сожалению, традиционные. Граждане распивали спиртные напитки, курящие. Предварительной причиной произошедшего пожара, в том числе гибели одного из граждан на этом пожаре, явилось курение в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому еще раз хочется сориентировать наших земляков на то, что такое сочетание, как алкоголь и сигарета, ни к чему хорошему не приводит, как правило, заканчивается трагически. Анализ обстановки с пожарами показывает, что число пожаров и тяжесть их последствий в Рождественские новогодние праздники возрастает. Около 90% пожаров происходит по причинам, связанным с человеческим фактором. И основной причиной является неосторожное обращение с огнем лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Предупредить и не допустить возникновения пожаров – основная цель пожарно-профилактической работы, проводимой спасателями в Аршанском районе в первые дни наступившего Нового года. Здравствуйте! Молодых вам гостей! Пожалуйста! Пожалуйста! Главное служба. Смотрим, как у нас люди зимуют. У нас участились, что количество поваров увеличилось после Новогодних праздников. На газу, да? Да, у нас же газу. Апиштона нету, да? Нет, пиштона у нас нету. У нас газа. Не, ну... Так, ну единственное все, по газовой колонке, старайтесь на нее горючего-то ничего не было. Нет, ничего, ничего не станет. То же самое, понимаете, что там горит огонь, и температура определенная есть, чтобы не произошло забирание. Так, а самую пожарную включать? Нету. А почему? Ай! Странно. Печку сохранили еще? Кого? Печку сохранили? Печку нет. Разобрали, все? Нет. Печки нет. Так, дети малолетние проживают. Есть у вас? У нас нету. Нет, только уже. В той половинке там у нас. А в той половине кто там? Там у нас. Здесь все нормально. Да, ну единственное, конечно же, рекомендуем установить пожарный извещатель вам. Ага. Ну да. Такая вот памяточка наша по пожарной безопасности с нашей иконой. Угу, угу. Ну там почитается основное требование. Хорошо. В настоящее время увеличилось количество пожаров и в том числе количество погибших людей на пожарах и у нас в районе, и в Республике Беларусь в целом. В частности, такой группой, скажем так, группой риска стали такие граждане, которые проживают одиноко, престарелые граждане. И еще одна из категорий граждан на территории домолодения, в которых участились пожары, это неработающие граждане, в том числе ведущие социальный образ жизни. Поэтому, обращаясь к вам, хочу еще раз напомнить, если у вас, отдельно от вас проживают ваши престарелые родители, родственники, не будет лишним приехать, проведать, посмотреть, как они топят печку, как они используют электроэнергию, есть ли у них чем топить ту же самую печку, в каком она состоянии находится. Помочь в ремонте печного отопления лишний раз провести разъяснительную работу, тем самым, несколько обезопасив их жизнь, может быть, поможете эту жизнь и сохранить. Что касается неработающих граждан, которые ведут асоциальный образ жизни, здесь я призываю не оставаться безучастным наших земляков. При выявлении таких фактов информировать нас по телефону 101, информировать органы внутренних дел, тоже телефон известен 102, для того, чтобы мы могли принять определенные меры реагирования, где-то обезопасить не только самих граждан, которые попали в эту группу риска, но и тех, кто проживает рядом с ними. Районная спартакиада среди учреждений общего среднего образования стала традиционным на Оршанщине мероприятием и прошла уже в 71 раз. До протяжения года отделы образования спорта и туризма, а также районы Центр физической культуры, туризма и кроведения детей и молодежи проводили разнообразные соревнования и мероприятия. В спорткомплексе «Олимпийц» состоялось торжественное закрытие спартакиады и подведение итогов. В этом году соревнования проводились по 18 видам спорта. Зимнее и летнее многоборья «Защитник Отечества», «Здоровье», «Снежный снайпер», «Легкоатлетический кросс», «Соревнования по мини-футболу», «Гандболу», «Плаванию», «Легкоатлетическому четырехборью», «Олимпийские надежды» и многие другие. Бронзовыми призерами стали Копыская, Смольянская и 6-я средняя школы. Второе место у Борздовской, 15-й школы «Барани» и 20-й Орши. Победители 71-й районной спартакиады, Юрцевская детская со-средняя школа, а также 3-я и 23-я. Все они получили грамоты, кубки и ценные призы от отдела образования, спорта и туризма Оршанского районного исполнительного комитета и Центра физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи. Завершившаяся 71-я спартакиада участия в учреждении общего среднего образования Оршанского района в очередной раз показала готовность учащихся к решению самых разных задач. То есть участие в игровых видах соревнований, участие в разнообразных наговорьях. И в том числе в этом году было одно из нововведений. Это соревнования Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь, которые прошли именно в рамках нашей спартакиады учащихся. Дети, школьники самых разных возрастных групп принимали участие как в соревнованиях районного, так и областного масштаба. Среди видов доминируют игровые. То есть игровые виды спорта вызывают наибольший интерес. Это контактная борьба, это результативность. Самым массовым видом у нас по итогу спартакиада оказался футбол, в котором принимали участие наибольшее количество команд. Интерес, конечно, вызывают такие виды, которые достаточно быстро и легко можно организовать в учреждениях образования. Это настольный теннис, в который тоже достаточно результативно участвуют учащиеся не только в районных, но и областных соревнованиях. Кроме того, те игровые виды, которые популяризируют такие виды, как волейбол, баскетбол, они тоже достаточно активно проходят на первом этапе, на втором этапе районных соревнований, когда заявляется достаточно большое количество учреждений и команд о учреждении образования. В мероприятии приняли участие преподаватели и слушатели Белорусского государственного университета физической культуры и спорта. Они показали все умения и навыки, приобретенные за время учебы. Программа, подготовленная столичными гостями, стала приятным сюрпризом для зрителей. Песни, гимнастические этюды, танцевальные композиции, различные виды единоборств. Китайские студенты-практиканты кафедры гимнастики привнесли в показательную программу национальный колорит и яркие окраски, продемонстрировав приемы ушу, танцы льва и дракона. Продолжение следует... Мы сегодня приехали по приглашению вашего руководства города на закрытие спортояды, чтобы показать свой университет, пригласить к нам на учебу в качестве профориентационной работы провести. Привезли из наших студентов. Есть студенты, которые выпускники оршанских школ. Сегодня мы покажем именно спортивные мероприятия и расскажем правила приема в наш университет на будущий учебный год. На протяжении уже несколько лет тренерская работа у нас одна из самых таких ходовых специальностей. Тренерская работа по различным видам спорта. Более 37 видов спорта у нас культивируются в университете. Конкурс достаточно большой. Например, на тренерскую работу по футболу в прошлом году больше трех человек на место. Есть у нас специальности, которые оздоровительная физическая культура, лечебная физическая культура, физическая реабилитация. Тоже конкурс достаточно высокий. Есть виды спорта, которые именно постоянно идет конкурс. Это такие виды спорта, например, как, я сказала, футбол. Также грибной спорт, плавание, легкая атлетика. Те, которые на самом деле лыжные гонки, биатлон. Те, которые у нас культируются в республике и есть спортивные результаты. Именно наши спортивные достижения нашего университета, потому что очень много выпускников нашего университета и студентов являются олимпийскими чемпионами. Например, наш выпускник прошлого года, Гончаров Владислав, который стал олимпийским чемпионом по батуте. Поэтому это большой пример для выпускников школ нынешних. И мы стараемся привлекать их в нашу среду. У нас в университете сейчас достаточно большая спортивная база. И студентам, которые учатся там, очень нравится. Победы в районной спартакиаде не единственное достижение аршанцев. На области они заняли общекомандное второе место. Также аршанцы представляли северный регион на республиканских соревнованиях. Галина Башкова, Алексей Цибульский и спорткомплекс «Олимпиец». В Витебском художественном музее прошла выставка, посвященная 80-летию образования региона. Были представлены картины разных лет с середины прошлого века до наших дней. Преимущественно это натюрморты и пейзажи. В многих авторах работ уже нет живых, но их творческое наследие бережно хранится в фондах культурного учреждения. На торжественном открытии экспозиции побывал наш корреспондент. Исторические выставки, литературные вечера, приуроченные к 80-летию северного региона, пройдут как в Витебске, так и в районах. Экспозиция картин в зале художественного музея положила начало культурной программе празднования юбилея. Областной центр славится своим богатым творческим наследием. Живопись, как и другие виды искусства, находит поддержку и понимание со стороны государства. Витебск – это художественная мекка. Здесь все великие художники, в общем-то, отсюда пошли. И это великолепная школа, начиная с Уновиса. И сегодня вот эта первая выставка, это первое мероприятие, в котором мы открываем цепь вот этих интересных событий. Вы наверняка сегодня в этом зале увидите много молодых людей, которые занимаются этим интересным творческим делом. Поэтому со стороны государства и власти здесь оказывается полная поддержка. Эпоха развития русского авангарда прославила Витебск такими именами, как Марк Шагал и Казимир Малевич. Но свой вклад в развитие изобразительного искусства внесли менее известные художники, которые запечатлели всю красоту и самобытность нашей земли в своих пейзажах. На выставке представлены произведения как современных художников, так и мэтров живописи. Это такие имена, как Петр Явич, Анатолий Толкач, Антон Корженевский. Здесь представлены работы Исаака Боровского. Ну и, конечно, современные художники, которые пишут современный Витебск, которые запечатляют их Витебск совершенно в разных настроениях. Не только Витебск, но и Витебскую область, озера, поля, гуще. Художник Владимир Вольнов представил на выставку свой пейзаж «Дорога к храму». Картина, по признанию самого автора, была написана в те годы, когда начала активно возрождаться духовность в обществе. Живописец тяготеет к реализму, жанру, который, по его мнению, ближе и понятнее человеку в масштабе визуального восприятия. В общем-то, я, конечно, интересуюсь не только пейзажами, я интересуюсь всей историей нашей земли, начиная ее с древних времен, кончая, конечно, Великой Отечественной войной, ее проблематиками сегодняшнего дня, то есть жизнью во всей ее полноте, которая протекает в нашем обществе. Когда видит реальный пейзаж или реальный мотив, человек может соотнести своими представлениями. В многообразии работ по замечаниям гостей не хватало лишь присутствия человека, так называемой портретной живописи. Некоторым экспонатам уже более полувека, но благодаря стараниям сотрудников музея они максимально сохранили свой первозданный вид. Экспозиция выставки насчитывает более 50 работ. В основном это пейзажи и натюрморты, выполненные витебскими живописцами, творчество которых протекало в разные временные периоды. Все картины отражают собой связь эпох и преемственность поколений. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания СКИФ. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершит наш выпуск. Я же благодарю за внимание. Всем самого доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова